Вторая карта между командами Water, Run, Enjoyers и X3 стартует прямо сейчас. Друзья, всем привет! С вами по-прежнему Lost и Force. И, собственно, мы надеемся, не знаю, надеемся мы, что будет третья. Но первая была норма. Первая была хорошая карта по сравнению с тем, что мы видели матч назад. Это было приятно смотреть. Команды показали небольшие качели. Было любопытно. Посмотрим, смогут ли Water, Run, Enjoyers вторую карту забрать, свести все к третьей. И, по крайней мере, то, что я вижу в данный момент сейчас, не очень хорошо. Но зато у X3 вообще не осталось дополнительного времени. Не знаю, может, там какие-то штрафы выписали в лобби, пока они заходили. Может, опаздывали. Но, в общем и целом, как бы снайпер — это контролины. Я не знаю, смогут ли вообще Water, Run, Enjoyers что-нибудь ухватить такого, что до снайпера легко добирается и как-то его законтрить. Но герой сейчас хороший. По-прежнему есть Morph, например, которого можно взять прямо сейчас, на котором Palantimos играет много. Ну, я знаю, что команды, они вообще в большинстве случаев стараются обходиться без Morph'а, потому что, ну, герой такой, надо как-то засетапить драку, чтобы ты вкатывался на фулловкость и все это время бил. Тогда Morph реализуется примерно все 100%. И в большинстве случаев они любят что-то попроще. Там, например, ЦК. Он прыгает на снайпера, не всегда, но прыгает, и ему по кайфу. Или, например, Сларк, там, Песелис Войт, вот герой, который забаянен. В большинстве случаев команды, они вот в таких стадиях, они стараются выбирать самое простое, что вообще только доступно на данный момент. Поэтому, думаю, без Morph'ов сегодня, Никит. Может быть, они сами Нагу пикнут. Нага же против снайпера хороший герой. Ну, если ловить через сон, да, согласен. Она как-нибудь его там обойдет, подкрудется. Знаешь, и... Подкрудется? Подкрудется, да. И схватит его за бороду. Ну, раз так, ток, ток. Я думаю, X3 сейчас просто стоит... Ну, вообще не париться, да, потому что в любой игре снайпер Лина перебивает. И не важно то, что у Лины там высокий атак спид, там очень много броня решает, да. А у снайпера его тупо из-за того, что он ловкач, у него просто больше. Там еще добавим хатшот. В общем, очень приятный герой. И, соответственно, все, что нужно сейчас сделать X3, это просто положить перед снайпером гору трупов. Который будет защищать его от всего того, что есть у Water Rune Enjoyers. При этом с Мейденкой, вот я не совсем понимаю, каким образом она здесь появилась, зачем она вообще здесь нужна. Потому что Мейденка обычно очень хорошо против каких-то миличных коров, чтобы... Ну, и против иллюзионистов, чтобы, например, ультимейтом хорошо вдарить, чтобы новые, например, там понапрягать, там, кого-то в кубик поставить. А против снайпера это вообще один из самых слабых героев, потому что снайпер он стоит очень далеко. И Мейденка со своим Эмесом будет целую вечность до него топать и с большой вероятностью просто переедет, пока она дойдет. Поэтому, честно говоря, к Мейденке слишком много вопросов. Меньше вопросов к Динозаврику, который, как тройка, является довольно-таки хорошим героем против снайпера. Но, честно говоря, меня Динозаврик смущает, хотя бы потому, что у X3 в пуле присутствует таск. Этот контроль, он вот, знаешь, это как вот дать блокхол, да, или как вот дать ультбей, но только в ближнем бою. Это почти невозможно, если есть хотя бы один контроль сквозь БКБ. И в данном случае таск, вот герой, который, он, Динозаврика, очень легко стопает. Соответственно, пока номинально снайпер просто нажимает БКБ, уезжает на пике и после этого расстреливает всю рожскую команду. Никит, Маркал забанили. Да, нет, 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 нет. Так это логичный бан, потому что там остается не так много героев в пуле. Чем вообще против снайпера еще бороться? Так что такого еще есть? Ну, есть много героев только. Большая часть из них не популярна. Если так присмотреться к драфту, да, то... То пока у инстрины, кажется, получше, да? Да, да, да. Танков хватает, танков хватает. То есть ватеррун энджиорс, вот если я бы выбирал героя, которые вот на верочку со снайпером поборются лейти, то я бы сделал ставку на Фантом Ассасин. Потому что она... Ну, это просто единственное, что осталось. Все герои, вот там, Слак, Фулш, Войд, Морф и Нага, все эти герои забанили. Вот Фантом Ассасин, она в целом более-менее против Найкса по игре. Я бы сказал, даже вот он лейти, она его закрывает. Ну, и против снайпера... Мне кажется, сейчас тут Урса будет. Она хотя бы прыгает. Просто Урса? Тогда я 100% ставлю на снайпера. Да, Ра, просто тогда у нас... Просто тогда у нас получится ситуация, что это не как вот у нас было. Тупо Урса против Найкса. Тогда Урса идет на Найкса и все. У нас получится ситуация, что Урса, она выступает как танк, пока лейна бьет. И Найкс будет выступать как танк, который, кстати, скорее всего, алибарду соберет. И будет танковать, пока бьет снайпера. Поэтому в этом плане я даже поставлю больше на снайпера плюс Найкса, потому что Найкс очень хороший танк. У него и рейдж имеется, встроенное БКБ и эскейп. Там кэфчики подъехали от наших партнеров Лига Ставок. 1.45 на Х3, 2.75 на команду Wateroon Enjoyers. Пикается Вивер. Вариант крайне неожиданный. Ну, в принципе, по лайнам довольно все логично. Снайпер в Лину, лайвстилер в Праймал Биста. Это как бы вот уже два лайна у Х3 сильнее элементарно, да, получается. Да и как-то, честно говоря, Вивера маловато Веры. Он, конечно же, красавчик. Он до снайпера добирается. Но если будет драка стенка на стенку, то в этом отношении... Ну, снайпера попроще, да. У него бешеные рейдж атаки. Там пока Вивер набежит, пока он с укучек доберется, снайпер просто все это время его бьет. А потом нажмет пику и продолжит бить дальше. И Виверу очень сложно бороться против снайпера. Он только хорош, где-то, наверное, один на один в лесу, там, за гаражами. Но в глобальной драке 5 на 5 Виверу тяжко. Ну да, тут куча спама. Какая-то шрапнель что-то там лежит. Туз куда-то летает туда-сюда, да. То есть будет от чего пострадать, но посмотрим. Тут очень важно посмотреть, насколько хорошо или плохо постоят свои линии лайвстилер-снайпер. Потому что они должны контрить вражеских кор-героев. Вот. А тут будут ли контрить или нет, непонятно. Ну, как бы ошибутся, может быть. Там, лайвстилер или там снайпер где-то там прибежит на него. Йонт на тиннике, там, гонгонет его как-то, да. Все может быть. Пятнадцатый левел мейденки. И пятнадцатый левел таск. Таск как суппорт, мечта любого кора. Он тебе и танк, и контроль в БКБ, и сейв, и роумер. И если игра дотягивается, и там уже все набирают нетверсу, то он еще как лейтарик нормально. Варл с панчем раздает по 400% критического рана. В общем, лайк всем, кто играет на таске. В скобочках сам на таске не играю никогда. Я четверка. Такс. Ну что, поехали. Снайпер бежит в смоках, ставит себе вард. Вот и рун инжоеры. Ага, ревелится сволк. Они бегут на тройку просто. Просто бегут на тройку. Что-то кто-то куда-то, все куда-то помигали. Понимают ли вообще у нас игроки команды Дайер, что вообще происходит. Сейчас просто Шергорат зайдет на горочку, его тут, а его тут уже и приедет. Кстати, молодец Лина, которая не вкачала стан. Ты вот в публике, когда играешь, там в секте Майкутти. Качай стан, мужик, качай стан. Сейчас убьем. Да, да, да. Короче, это самая настоящая бой приходить в центр. Особенно против стрелка со вкачаным станом, а не с трагонславилом. Молодец, что он сделал все правильно. И, в общем-то, будет кайфовать на миде. Динозаврик у нас пошел работать дальше. Отрабатывает. И он забирает еще одну руну. Хорошо. Какой-то лань такой. Я смотрю на них. И Наикс уже улыбается с нулевой. Бывает, мужики, мужики, мы с вами подружимся. Честно говоря, Наиксу будет кайфово, кстати, против одного и против остального. Против второго персонажа. Так что там ничего такого опасного быть не должно. А вот интересно, скорее всего, будет у нас на боковой линии, где стоит Вивер и Мейданка против Марси и Рубика. И намечается замес. Да, тут должно быть много фрагов. И при этом вот руны-нджоеры должны быть именно той командой, которая будет здесь делать фраги. В первую очередь. Обычно второй левел ты просто Мейданкой даешь кубик. Ну, сначала ты даешь новую, потом ты даешь кубик плюс новую. И набрасываешься на Рубика и забираешь Ферстблат. Ну, в большинстве случаев вот именно Ферстблат. Ну, со второго левела, да. Сейчас вот мы видим, что Рубик, он уже немножечко подставляется. Но единственный момент, Мейданка не второго левела, поэтому у нее просто нет кубика. Она, конечно, уже новую дает, но без кубика ее не забрать. Это минус курьер. Вот я скучаю по временам. Не знаю, Никита, был ли ты в те времена, вроде как играл еще когда. Когда у тебя один курьер на команду, если он умирает, если он умирает, я вообще не помню, Ресллся он или нет, вот в самые бородатые времена. Второе, когда, когда, нет, да, не играл. Второе, когда он умирал, с него падали шмотки. Вот я немножко скучаю по этим временам, потому что, ну, просто игроки, вот они тупо отправляют курьера, они даже не смотрят, идет он, не идет, убили его, не убили. Как, как, идет и хорошо, да. Да, да. Ну, конечно, это подгорает периодически. Надо как-то их за это, за это как-то надо наказывать. Так, в топе там подцепили, Тинника убили. Пока что Лайстиллер чувствует себя очень хорошо, а Снайпер что-то себя хорошо вообще не чувствует. Тридлипа у Натюнор Вола, в то время как у Линны уже 12. Да, Линна, кстати, хорошо играет. Смотрю, она сделала тот самый закуп, который мне очень нравится в последнее время. Это Блэйдс оф Атак плюс 9, две веточки, некоторые еще берут фаер и фаер. И за счет вот этого они слишком хорошо кейсят на линии. То есть у нас, получается, снайпер, у которого довольно-таки мало урона в совокупности, да, там 50 плюс тмэш с РСБН, да, Линна имеет выше 70. И при идеальном контроле там очень сложно вообще что-либо забрать на место снайпера. Да, плюс снайпер еще Шрапнель вообще не качает. У него просто полная мана, Линна поливает его с пламя, а снайпера в ответ вообще никак не может. Ну так ты кинешь Шрапнель, ты хотя бы как-то, ну я не знаю, Линна хоть подамажится, пропушишь линию, пойдешь руну какую-то, законтролишь. А так Линна просто заспам, ну как контролит всю пачку, забирает руны, какие хочет, и все, как бы, ну это ж неадекватно. Почему Шрапнеля вообще нет? Для миды очень важно, чтобы линию пушить как-то. Ну это билд, если ты помнишь, Ларл играл вот с таким снайпером, который Шрапнель не качал там. Он против Рубика не стоял, это другое. У Рубика кд фейтболта 16-14 секунд. Там примечательно то, что он вообще ее не качал, то есть один из самых сильных спилов доти, который в принципе есть, это вот Шрапнель, кстати, Линна пошла в размены и довольно-таки хорошо поразменилась. В общем, один из самых сильных спилов доти, который в принципе есть, это вот Шрапнель и Снайпера, там на четвертом левеле суммарно 700 дэмэджа наносит, там еще замедление всякие, три заряда. И он его в принципе не качал, и почти драк, ему этой Шрапнель не хватало, чтобы нанести там пару лишних ударов. Он там вообще плюсы, по-моему, качал в некоторых ситуациях. Да, пока что тут просто очень жестко все делают ребята из Eleven Monkeys. Они же вот Рунноджорс, они никак всем... Не знаю, Eleven Monkeys это вообще тег какой-то, или что, это же вроде какой-то бляк, да? Где-то с Борис. Ну, не-не, если это так, тогда... Да хотя все равно какая-то, что не поменять. Так, погибают герои у X3. Они смогли. Они это поздно сделали, вот именно Вивера с Мейдвинкой, но они наконец-то смогли совершить ту самую смертоносную комбинацию. И вообще по-хорошему, сейчас вот откатится Рубик, да, то есть у нас откатятся же Кив Вивера, а они уже откатились. Просто приходит Рубик, сразу даем ему кубик новую, и потом сверху еще накидываем, допустим, еще один кубик, да, и с жуками просто заковыриваем его моментально. Это вот надо делать прямо сейчас. Но, правда, Рубик, он как раз биос-центри вар, да, то есть он, скорее всего, успеет завязать Рикенес, если Вивер придет на шокучах. Но все равно, то есть его надо принимать. Вот чем раньше его принимаешь, тем лучше, пока он там сапог не купил, левел не взял. Так, у нас минус второй раз снайпер. Да. Гид. Это вот тот самый снайпер. Не, имха неправильно все делает. Снайпер сдается мне. Думаешь, да? Думаю, да. Мне еще его билд мне очень нравится, вот, то есть я, конечно, ничего не имею против снайпера, который покупает фресбенды, но там фласочки приносить, особенно против Лины, особенно для снайпера, который не играет через боттл, это святое. Понятное дело, что это минус деньги, но ты хотя бы на линии стоишь, получаешь левел. Тут стоит парень без сапога, без фласок и просто думает, что он... Подожди, у снайпера 5 минут 5 крипов. Я правильно понял? Да. Ну, крик минуты. Неплохо. И тут Никита уже репорт. Я чувствую, как это... И тут уже рука тянется к ревентарю. Есть такое. Напали, кстати, у нас на Марсе, тоже ее забрали. Но пока я вижу сноубол. У нас просто пока я вижу такой какой-то сноубол намечается, потому что, ну, сам по себе, линия Мейденка и Ривера, она очень сильная, особенно против всяких рубиков. Но в миде мы с вами видим, что хора у Х3 уже нет. Ну, или по-другому у мидера. То есть, вы посмотрите, вот это снайпер, который пошел, смотри, какие-то, он сделал себе стак. В итоге у нас стакнулся сатир и сова. Теперь он их выпуливает, их по очереди бьет. И фармит без шрапнели. Ну, я вижу. Да, и фармит без шрапнели. Они как бы еще друг друга бафают. Один бафает на броню, второй бафает на реген. И в конечном итоге все это фармится ультрамедленно. Вообще, вторая карта и на Тинор Волл, ну, типа, второй мид подряд проигрывает. То есть, вот он на Тине стоял против Темпларки, проиграл мид там, но игру он выиграл. И, ну, как бы, знаешь, когда ты, вот, типа, проиграл мид, но выиграл игру, ну, один раз, ну, типа, не страшно. Да, вот когда ты два раза подряд проигрываешь мид, причем, я повторю, я подчеркну, снайпера-то контролейны в миде. И, ну, это че? Это, ну, типа, не ок. Типа, второй мид подряд проигран. Тут будет очень-очень вполне вероятно, что будет третья карта, потому что, ну, такой овнедж просто идет со всех трех лайнов. Лайфстиллер против Праймал Беста постоял в итоге хорошо, как и должен был постоять, да? Но вот на линии в центре произошел какой-то коллапс очень вероятный. И на Тинор Волл вот он шрапнель вкачал, а, так вот, оказывается. Я больше, я больше ору, да, с того, что он теперь шрапнель вкачал, он такой вышел в лес, такой, думаю, как-то неприкольно бить крипов в лесу там по минуте один несчастный кэмп и такой, ну ладно, шрапнель я все-таки вкачаю. Ну да, так, сейчас здесь. Слишком большое преимущество. Еще есть момент, это то, что Лина будет собирать все роны. Вот с таким преимуществом в миде, мало кто из саппорта будет стараться контестить роны. Она просто все заберет. И сейчас просто вопрос в том, какие руны ей нападают. Вот в ближайшие три минуты. Ну знаешь, когда ты забираешь все руны, уж там одна полезная из трех точно будет. Там либо какая-нибудь хаста, либо ДД, там регенчик, чтобы пофармить. Тасик. Хорошо, все делает, ворует руну регенерации. Там в топе, что он из BNC умирает. Че он тут забыл? Он клуб скипал. Не хочет. Не хочет мужик против Nex стоять. Ну это правильно. Точнее против Nex. Нашли Тасика. Лина уже набегает. Тини засыпает. Лагуна у нас есть. Лагуна есть, но ворселина у нас смущается. Стойка в стойках. Ну ладно, хоть выжил. Вовремя. ТП нажал на самом деле. Тут в итоге в ответчику убивают ЦМ-ку. Ну да, пока преимущество набирается. Преимущество набирается еще из-за того, что Марси она вроде бы с одной стороны стоит и стоит под выжжкой и что-то там долутает, но Виви разобирает абсолютно все крипов. У Веры уже имеется Дживелин. То есть Марси она там третически пробивается и приходится доносить все всякие регены. А сейчас мы видим то, что Тини в очень хорошей позиции и Марси тоже приехала. 0-4 у Марси. Опять считается Праймал Бист умирает. Ну, кстати, у Марси все как бы хуже, чем у Праймал Биста. Но Праймал Бист начинает вообще люто видеть, просто приходит на линию. Какая-то странная игра. Очень много индивидуальных ошибок вообще от игроков двух команд. Удивительно, да, Никит? Не, обычно... Кто бы мог подумать? Не, вот я на самом деле очень много такой доты смотрю. Во-первых, я каждый день какой-нибудь ДВЦЛ комментирую. И еще параллельно иногда бывает. Ну, я там проснусь там, пока там с собакой погулял, пока там завтрак готовишь, включаешь какой-нибудь на фон какой-нибудь там тоже коммерческий туич в Азии. Смотришь, что там люди делают. Прикидываешь там, а, ну вроде этот драфт типа посильнее, чем этот. Потом смотришь, а, ну он и правда посильнее. Да, там бывает, ну, ошибаешься, там потом глядишь как-то вкратце эту игру и понимаешь, что ну, тут ошиблись, тут там предмет какой-то не такой. Хотя, типа, ты видишь, что игроки стараются и, ну, у тебя не складывается... Не возникает вот синдром вот этого диванного комментатора, когда типа, да куда ты лезешь? Вот это вот, знаешь? Все, вот бывает. Вот. И такого не складывается впечатление. Вот я в последнее время доту смотрю и мне не хочется так вот говорить. А вот вторую карту смотрю здесь, и вот мне уже, мне прям не терпится уже. Куда ты лезешь? Да, да, да. Ну, типа, ну как так? Не должен снайпер так проигрывать в мид-линии. Не должен. Это очень странно. Поймали, кстати, стойкого, подспили, убили. Хорошая, хорошая игра от X3. Ну, я бы сказал, что пока у нас это может, что, скорее всего, еще раз вот этот игрок проиграет мид настолько, что, напомню, он в этой игре будет ретит на курсе снизу. И пока саппорта, особенно вот Тасик, он очень много делает по игре. То есть это как бы номинальная пятерка, которая уже умудрилась и в центр успеть прийти, сделать фраг, и уже на треугольник вышла, забрала лину. То есть это пятерка, которая уже в игре внесла раза, наверное, в три раза больше импакта, чем тот же снайпер. И за счет этой пятерки снайпер камбэкает. Снайпер чисто как я. Вот не знаю, вот если я сяду, я уверен, что против вот такой лины, я в принципе так же постою, а потом уйду лес бить Мидас. Но у меня хотя бы щаскниль будет вкачано в четыре, чтобы вот с таки хорошо фармились, потому что пока, честно говоря, напоминает мой геймплей, вот, когда я же тончика отбиваю, и мне падает роль в центре. Это самое сложное. Да, вторую игру подряд как бы Мидасик берем, и качаемся. И как бы, да, качаемся, радуемся жизни. К слову, вот история про паблики. Знаешь, раньше ты отбивал паблики только на этих жетончики, ты набивал на корах, а играл, не, жетончики набирал на саппортах, а играл на корах, сейчас ставится другая. Сейчас в большинстве случаев жетончики приходится отбивать на корах и на мидерах, а как вы, что в папчике используете жетоны на саппортах. Все резко изменилось за пару лет. Так, атака от X3, Double Damage берет Lifestealer, ребята идут атаковать центральную линию, и скорее всего спушат. Ну, Рубика должны забрать, вариант, очень хорошо приняли, но остальные ребята в целом, я бы сказал, норм, потому что они, ну, хотя бы, хотя бы не отъезжают по карте, потому что, вообще, с таким стартом тут был шанс, что Лина с травелами и Праймл Бис просто переедут всех по одному, а так они хотя бы стараются. Неудачные шардики от Таска, и получается, не получается задать Варл Спанч, и Найкса забирают, да, и теперь все резкостолковано. Да, Тасик заурнил Найксу, в общем, неудачные шарди, я очень хотел в очередной раз ударить в Тинни, но Мейденпель все это делаю за конкретно. Да, конечно же, 2000 арал вместе отдали. Двух героев и вышку подарили. Трех героев, прошу прощения. О, Медасик купил снайпер. Отлично, посмертно. Ну, я уверен, у его команды уже рука тянется на Мцадвиге. Мы с тобой, по-моему, такой комментировали с Дров Рейнджером. Да, 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 да. По-моему, вот похожая игра один в один. Реально, Челс Мидас, все что имеется сапог 2 в Рисбенде Мидас, он, ну, по сути, сейчас не боец. Алина там уже имеет Травлаф, Алтемблайд, половину Блокингвара. И она уже очень скоро будет в Наглую просто заезжать и разбираться с кем угодно. Надежда на... На Таска и Найкс, получается. Найкс купит Дизольку. И с Дизолькой либо под Марсом, либо под Таском у них есть вариант сгрызть Лину, например, там, или правил Беста. В этом момент просто качаться. Ничего не остается, когда ты 6000 Натворса проигрываешь и у тебя нет каких-то суперкрутого тимфайта. Реально, ничего особо и ты не придумаешь. Там кэфчики подъехали от наших партнеров в лиге ставок, друзья. 3-4 на Х3-1-32 на Water и он сейчас попадется, кстати. Фраг должен быть, да. Ну, Найкс с Тасиком сработались. Да, приблизительно такое. Такое ему нужно делать. Когда Маск в Блокингвар там сразу появится еще один герой, с которым Найкс очень хорошо вгрызается. Например, Лена и разбирается. Вот, ну, это вообще единственный вариант для их команды, что Найкс будет просто бегать и шатать всю карту. С Марсием. То есть Марси надо БКБ Башар и Ластилеру тоже нужен какой-то Дизоль Башар, да, например. И должно вроде быть более-менее. Внаружи напали, убили. Очевидной фраг для Стойкова. Вообще, да, прикольно, если они вдвоем купят два Башара, а потенциально в будущем два Ибисола, ну, это в глубоком будущем, просто вдвоем бросайтесь на Лену и конец. Ну да. Нет героев, которые спасают. Там, есть еще Вивер, который тоже дамажит, будь здоров. да, но эти двое они в ближнем бою убьют быстрее, Вивер убьет их. Пожалуй, да. Если еще добавить какой-то контроль, чтобы Лина сразу пока об этом не нажала, чтобы ей часть хитпоинтов снести, то за два Башара можно, может не получиться, на самом деле. Так, диффуз появляется у Вивера и дополнительный предмет, да, очень-очень хороший, чтобы прожигать ману. Снайпер пока все пытается камбэк, но срывается здесь Бинси, топчет, топчет, хватает, плюс-ка будет интересный. Басфир пытается воспринимать, что не по шансам. Крибочков выходит из Крибочкова. Рэйч 12 секунд, надо просто уйти. Нужна одна шмотка на снайпере, которая позволит ему демонжить, потому что сейчас по сути это мистер, я имею очень много скорости атаки за счет трех рейсбэндов ПТ и Хандов Мидоса. Ему нужно дотерпеть до 25-ой минуты, когда в рейсбэнде дадут Х2. Да, 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 ну и любую шмотку на урон, тогда я бы сказал в целом у них есть вариант подранцы. Потому что сейчас, к сожалению, любая драка опять на 5 для них закрыта намертво, просто из-за того, что Лина, она, ну вот именно, делает слишком много демеджа по их команде и тут надо просто перетерпеть. Пока так с трудом получается у них перетерпеть, да, потому что преимущество растет, Рошан падает. Тут же, по сути, у Лины уже есть БКБ, то есть ее уже без каких-то, ну, контролев БКБ у Дайр вообще, я считаю, никакого нет. Удар туск, это может и не тот. Вот. Вивер БКБ в ближайшее время, мне кажется, должен приобрести, хотя он пока очень быстро глейтнет. Тоже хороший пример. Я думал, динозаврик возьмет Рошана и начнет его бить обземливого, как он-то героев делает, а он оказывается просто берет ему и троечку прописывает. Дикольная анимация, огонь. Хотя увидеть Рошана, которого били обземливого, был, наверное, интереснее. Нашли Вивера. Вивера бьют. Вивера, не потила дамагата, слушай. А чего побоялся-то ударить его лайвстей? Алло! Дружок! Он просто не стал он мог бы еще одну-две тычки попытаться хотя бы дать. Он на очке. Да. Не, если ты на очке, то ты не выиграешь, Дота. Нельзя быть на очке. Праймл Бист там заряжается, куда-то бежит. Ему БКБ, так понимаю, долетает? Да, да. Ну все, вот у снайпера нет БКБ, ему сейчас просто на шею сядет Праймл Бист, прыгнет на него Тинни, и Вивер просто на шуку подбежит в упор. Даже если там два-три героя погибнет, снайпер не выжит точно. Находит, кстати, хорошую шмотку для себя Гроу Боу. Сейчас у него появится еще и Драгон Лэнс. И троечка занята. Бедняжка на Экс китайца по вражескому лесу. Сила три кемпика фармит, ну и на этом все. Шесть минут, да? Шесть минут у противника еще имеется Айгис. Через шесть минут нужно устраивать волевой замес, который они скорее всего отдадут противнику. Я пойду третью, но... Попытаться стоит, да? Да, шансов на успех там больше всего, хотя они меньше где-то 5 процентов. По ощущениям. 17 дают в Доте плюс. 17? А я даю 5. 17 процентов в Доте это 99 процентов, как мы знаем. Так что Х3 победили 2-0. Ладно, это все шутки, конечно. Подставляется Шергорад Владимир погибает, стойков телепортируется на топ, здесь будет попытка поймать Лайфстилера. Лайфстилер не идет дальше. Отступает, Гроубо выпадает Элини, баланс. Лина тоже любит атаковать подальше. Драгонлайн у меня тоже есть. И сейчас они вот так перетягиваются наверх, так уверенно идет Рубик с Таском на дело, как будто они хотят принять драку, но на их месте вообще бы не шел в эту сторону, потому что здесь Лина, Саидис, МПКБ, Теребятули. Бегите глупо себе. Беги на Икс. Бам. Ну в общем, вы поняли. Хотя с другой стороны они хотят по-быстрому закончить, написать, как я сейчас прямо сейчас, я думаю, это была уверенная атака, чтобы вот именно это сейчас и сделать. Потому что нет ни одной причины врываться в Лину 2300 хп с Айгисом БКБ на такой минуте. Вообще нет причин. Причем тут нет Марси рядом. То есть как бы да, что это за драка, что вы хотите сделать? Зафорссити на БКБ не ценой же жизни двух сапов и Кора. Слишком дорого. Два героя они вообще даже в драку такие. Да мы вообще не пойдем и не знают, что сейчас дубы рухнули, какая Лина с Айгисом. Кстати, Никит, мне нравится билд снайпером. В ту зал он упил твоё БКБ. Да, тут на самом деле реально какой-то супер дэмэдж ему мне кажется поможет. Шаргарат нажимает БКБ-шку, у него дабл дэмэдж, он бьет-то больно, но контроля не хватает, погибает Марси, погибает Праймал Бист, погибает Туск и только минус Айги, снайпер там где-нибудь вообще помогать планирует, нет? Там инфест, гранаткой оттолкнулся, ааа, бежать, бежать, а Толос уже есть. На развороте, пошли, дэммочку съели. Эть, эть. Аваланч. Никак. БТВет, Тайсик в мужчину. Тайсик реально в этой игре, он делает все возможное, но команда делает все невозможное. Да слишком сильный мид проигран, но невозможно играть в доту, то есть там ладно, вивер с цемкой сильная линия, на Марсе Рубике ты не постоишь, но мид-то так нельзя проигрывать. 2012 год, где там просто чуть-чуть посильнее героя у кого-то и все, и то, как бы, Лина не сильнее снайпера на центре. Это 2023 год, сейчас 2023 год, Ну, будет, вот, вот, да, ну, мы считаем, да, что план 2022 год номинально, где, в принципе, все состояние в миде, как говорили все мидеры, и вы, кстати, очень многие жаловались, это сводится к тому, что ты просто пропушил линию, забрал руну воды, пропушил линию, забрал руну воды, там, на шестом-седьмом левеле просто пошел качать лес, и все, вот тебе весь мид. Ну, а снайпер не мог пропушить линию, у него 5 левелов нет шрахнели, поэтому бывает, что пойдет. Ну, 14к, максим пошла, и на x пошел тини, хорошо, мы думаем, мы будем тренировать нафиг, ну, на x у нас убежал, ух, отдувается за всю команду, там, к слову, динозаврик очень много делает, на x по-любому забирает, хорошо, лина прекрасно работает по масте, она тоже погибает, ну, слушай, размен тф3, если еще уйти, хотя, сложно уйти, да, точно сложно уйти, ну, минус 4 делает лина, минус 5, не, не получится, ну, в общем, учитывая, как они проигрывают, это еще даже нормразмен, учитывая, как они проигрывают, есть вероятность, что они даже по деньгам в плюсе, посмотрим, нет, они по деньгам почти, почти в плюсе, 10 голды, минусы даже, 10 голды, да, немножко заработала Марси, ну, там лина косарь золота, они по XP должны, должны хоть немножко быть в плюсе, потому что они по левелам проигрывают, они по ним минусы, и по XP тоже, ну, они просто тоже герои подали, ему это дело, что ты будешь делать, ну, забавно, да, вроде бы там 12к, 12-13к перефарма было, размен 4 в 3, и ты не в плюсе, забавно то, что снайпер, который, вот, были патчи, когда за один файт такой отыгрывалась, если что, ты 4 в 3 разменялся, и вот у тебя уже не 12к, а 2, такое бывало, блин, да, я помню, был тут патчи на Starladder, сидят Na'Vi, я не думаю, блин, мы же так доминируем, откуда у них деньги, они там бегали, спейсили на саппортах, но это обычная тема, и там за каждого саппорта, ну, почти по косарю накидывал, когда там угонял 10к, и там, просто один фраг, плюс косарь, один фраг плюс косарь, мейденка, мейденку хотят напрячь, хорошо, очень далеко находится Ирина, поэтому, если хоть кто-то убежит, будет здорово, Жуков не будет срочно разбить, он убивается, тиннинг позволяет, Шергорад Владимир вообще не хочет отступать, он идет бить лица, бежать, мужик тп аут, мужик тп, ау, ай, 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 вылетел, кое-как, Шергорад, а, диффуз, да, блин, тп аут, он, он, тп аут нажимает, когда надо, у меня свой столь прекрасный навык, ты когда видишь, что драка прогрена, тебя это же, ничто не остановит, правильно тп аут нажать, нашу некоторое, пока не стоит, так, там подъехали друзья, собственно, по, о баннере, по трансляции, от наших партнеров, лиги ставок, до 10 тысяч рублей, для вас, Димон, а че ты говоришь еще раз? Так вот, у тебя есть совесть, или нет совести, я, допустим, я когда играю, ну, люди, у которых есть совесть, видно, что им как-то вот опасно нажимать БКБ в ТП, потому что они улетят из драки, а вдруг там, кому надо, камбэкнет, они, кусловно говоря, думают не о себе, о команде, в такие моменты, надо нажимать, нужно быть эгоистом, вот, вообще не думая, просто видишь, что изначально все плохо, нажимаешь БКБ, и говоришь прощай своей команде. Ну, ты видишь, что ты не можешь разменять, ты просто понимаешь, что ты здесь не можешь драться, даже если ты останешься, ты не можешь драться, неважно, останешься ты или нет, тогда, конечно, ты просто БКБ ТП вот нажимаешь. В остальных случаях это можно расценить как ошибку, например, когда вы стояли в пятером там на какой-нибудь, на эншентах, один герой сделал ТП подефать крипов, показался на лайне, враги, опа, смоук, в эншентах бегут и 5x4 убивают. Вот это другой разговор. У меня есть отличная задачка. У меня есть отличная задачка, друзья. Вот смотри, ты Марси, и у тебя есть снайпер, который 0,4 смита не качал шатнель. Это вторая карта. И вы вдвоем убегаете от медведя. Что ты сделаешь? Нажмешь БКБ, а ты паула ты сберешь от медведя? Или останешься и прикроешь снайпера? Это, я так понимаю, это старая шутка про... Ну ладно, это слишком offensive звучит для... Вивера забрали тем временем. Что там, башер какой-то прокнул? Вроде башеров никаких нет. Он просто... Да, он просто подставился. Он подставился, и сейчас идеальный момент, чтобы просто подраться 5 на 4. То есть, если не сейчас 5 на 4, то когда снайпер... Да снайпер уже все, он говорит, парни, вы чего деретесь? Я же ничего... Кач не окончен. То есть, лучше шанса для них не будет подраться просто 5-4, пофиг как. Снайперу нужно идти. Я согласен, что им надо было бы подраться, но снайпера здесь нет, и он здесь вообще никак не окажется. Он идет, он... Подожди, он идет продать крипа. Мужики. Бум. Вот Майндебрейкер выбил. Не зря купил Миднаст. Мало кто... Слушай, Майнденку забирает? Что, ошибаются? Левенманкис? Никитоз. Легкая для снайпера. За Утайр оверпик? Нереальный оверпик просто, но... Ага, все. Снайпер умер. Время переводится. Да... Ну, о чем речь? Вилькер бежит вместе с Лайфстилером сейчас на Лину, которая потратила БКБ, чтобы убить снайпера. Я так понимаю, интересно, зачем БКБ потратила вроде снайпер. Наверное. Никак не... Чтоб он пику не нажал в нее. Да, скорее всего, чтобы он не оттолкнул. Ну, смотри, они работают. Кинем забрали. Разве он в Робика получается? Да подожди. А, нет, Боширок. Боширок прокнул. Но динозаврик плотный. И там Лина сверху, не очень хочется драться. И тут еще сверху. Ой-ой-ой-ой. Бам. И нет Наикса. Так. Ну, ладно. Наикс был бы, конечно, не рад тащить, но... Я думаю, он сам понимает, что... Слишком тяжело. Если... Если они эту игру выиграть, это будет слишком. Я согласен, абсолютно. Кстати, за глупнир. Ну, ты же видишь, что можно драться. Вот преимущество врага 15к. Ну, ты же видишь, что можно играть. Ну, то есть... Как бы... Будь у команды Dyer 5 героев, можно было бы... Но они вчетвером играют. Но они вчетвером играют. Да. У них... Ну... Им просто... Ну, слишком трудно. Слишком трудно. Будь это... Я даже не прошу равных надворсов. Ну, не 16 тысяч. Типа, ну... Ну, хотя бы, там, не знаю, 7. Ну, там, не знаю, 6. Что-то играбельное. Это... Слишком неиграбельно. Лина берет Аеги, второй Рошан за командой Water Run Enjoyer. Снайпер продолжает дофармливать. Купил себе пику. В принципе, эскейп у него уже хороший. Есть гранатка, есть... Так, заряжаем ульту. Бам! Вивера. Так ему. Вот. И дальше мужицкий дэмэдж берет на Теннерволт себе. Покупает Кристалис, хочет Дейдлос. В принципе, если он будет стоять и будет стрелять, шансы есть. Марси может его бафнуть. Марси нужен Башер. Марси тоже, кстати, голая. 8200 надворса. Это просто катастрофа. Это очень мало. Фарм, по сути, тут какой-никакой. Есть у Снайпера, но он в игру не вступает. Ну, Вайсилер, там, у нас камчик. Сравнимо. Хоть как-то, конечно. Лина, у которой 23к надворса. Вообще, это, в принципе, почти весь надворс, который у Water on Enjoy'ров накоплен. Опять 4x5 сейчас будут сражаться здесь x3, при этом еще против викиды телепортируется на Сфир. Каждому больно. Это просто нет, я так понимаю, еще... А, Дейдлоса не будет у Лины. У нее Сильвередж. Дейдлос вряд ли будет взять. Но Хекс хочет Лина, чтобы подкрадываться с Сильвереджа и убивать. Ну, вот чеку надо забрать. Ее прям дарят. И вообще, надо идти Т3. Тут у них очень хороший стат для того, чтобы сажать баги. Блин, 3000 хп. Много-много дэмэджа. 230, да. Просто стоит с лоу-граунда, бьет по вышке. Какого-то тени у противника нет, чтобы ее выкинуть и лишить позиции. Просто идти... посмелее быть. Их уже... Ну... Их уже ничто не останавливает. Да я бы сказал, что Лина, ей уже расти особо некуда. Она трупает Хекс, все, она там... Ну, почти запакована, да? Там еще Falcon Blade на что-нибудь сменит. Ну, лучше... Лучше не тянуть. Ну, я согласен. Потому что сейчас у Снайпер... Да, сейчас у Шмотоку Снайпера нет. У него один кристаллист по-хорошему на дэмэдж, что ли. Когда у него появится Дейдлос, неожиданно у Х3 окажется второй кор в команде. Соответственно, он уже начнет что-то доделать. Поэтому сейчас лучше закололчить гвоздь в крошку... Гвоздь в крышку гроба, пока... Ну, пока тот-то там лежит, не сопротивляется. Потом будет сложнее. Ну вот, Тузка уже забрали. Пытаются найти еще варианты, но никого не находят. Довольствуются малым. Кайграунд осаждать не очень прикольно против Снайпера. Ну, против затаренного Снайпера. Когда у Снайпера мало, то он еще не так сильно накаляет. Когда у Снайпера там Дейдалус, какой-то там БКБ, что позволяет ему переживать любые врывы. И еще, в основном говоря, один на этом урон, да, там, какой-то, не знаю, бабочка. Вот тогда уже, да, против Снайпера очень сложно выходить. А сейчас он еще мало, домашний. У него в совокупности 146 уронов плюс 32. Еще вообще не о чем. Ну да. Поэтому я бы... Да, хорошо, Хекс. Хекс работает. Теперь Найкс не имеет права просто в тупую сбил пушить, да. Сюда есть опасность, что могут подцепить, могут убить. 22к. 22к, а Иггис полторы минуты. Вот сейчас хороший вариант зайти. Тем более Рубика нет. Но он не будет удушать. Душают по максимуму. И пока удушение происходит, Лега Сталк напоминает, что кайфов на эту карту уже нет. Но на баннер кликаем, переходим, получаем депозит до 10 тысяч фрибетов. Так, Лина Дайгер теперь решила приобрести. Ну, как раз вместо Фолкен Блейда, чтобы нажать Блинк, БКБ, Хекс, Стан и убить героя за прокаст. Прокаст у Лины довольно сильный. Ну, как бы за Стан, да. То есть еще успеет Лагуны вписать. Ага, цепанули героя. Это Марси, Марси сейчас сноуболом пытаются подсейвить. БКБ-то нажми. Терпит. Чуть не умер. Было опасно. Было опасно. Если бы он погиб, это же сразу же минус хайграунд. У него же бая нет. Так, с БКБ хоть, ну, без БКБ он хоть что-то сможет сделать. Древняя пацанская мудрость гласит лучше быть живым, но без БКБ, чем мертвым, но с БКБ. Нет, Никита. Древняя пацанская мудрость другая, более древняя. более мудрая. Она говорит, раньше закончим, раньше начнем. Я бы уже в ее сторону смотрел, потому что для них геймплей, вот такой геймплей, он как-то, ну, то они просят на базе пятеран. Нормально сидят? Ну, видимо, с кайфом. Че, бедасик работает? В такой момент реально пойти чаек заварить себе, то есть... Контроль кому-то отдать, мужик, я там схожу, это... по доставку примут, это... по контролю, тут нет. Тоже они реально просто сидят и примут. Кайфа от такой игры мало, когда ты просто сидишь, ничего не делаешь. По level'аму очень сильно проигрывают, естественно, из-за... подобной системы игры. Ну, им нужно доедалось дофармить до снайпера, да и в принципе они в форсе своего соперника доснули здесь. Туск погибает, Туск с байбэком пунктовку подцепить хотя бы Тинни прыгает. Лина с дабл дэмджем начинает жестко наваливать по Рубику. Минус Рубик сразу же переключаются ребята на Т-3 вышку, жмется Глиф и отходим, и отходим. Но Лина с дабл дэмджем еще с остатками там пытается как-то доковырять. Прыгает Тинни, цепляет снайпера, и тут, ой, хороший тос и все. Точился снайпер. Да, первая карта получилась прям мега классная, вторая получилась, к сожалению, такая пытка, пытка для глаз. Ну, они знают, что, ну, они уже знают, что снайпер в миде у них нет, стоит. Пусть там поиграет папочки, хотя бы 10 матчапов против Клины. Не хватило именно вот какого-то опыта игры, вот как раз та ситуация, когда вот именно не хватило какой-то наигранности, вот опыта стояния вот такой вот, такого матчапа одному из игроков, и это все привело вот к такой вот катастрофе, что там тебя не просто там как-то быстро обыграли, а игра длилась долгие 35 минут, ты мучительно страдал и лузал, 0-6 снайпер в итоге у нас получился. 21-1 Лина, очень хорошо сыграли Waterrun Enjoyers, воспользовались слабостью соперника, ну, а мы с Димоном уйдем на небольшой перерыв и вернемся к вам, когда будет драфт следующей карты. Субтитры создавал DimaTorzok